Кракен, 100 рублей. Доброго вечера. Что думаешь по поводу отравления Навального? Знаешь, мне хотелось бы, чтобы кто-то развеял мои сомнения, чтобы все-таки люди доказали, что это сделал не Лукашенко, потому что у меня есть подозрение именно, что Лукашенко хасит. Ты же говорил что-то про анализ песни. Я это сказал после того, как на нее заплатили, поэтому не считается. Если бы это было до того, как за нее заплатили, то, возможно, был бы обязан, и то не факт. Насчет Навального, я сомневаюсь, что его отравили прям. Явно не русский след, так сказать, как я думаю, потому что было бы странно в этой ситуации это делать. Непонятная вообще вещь. Уверен, что он сам себя отравил. Да, наверное. Может, просто, блядь, в жопе ковырял, руки не помыл, блядь. Ну, кстати говоря, тут тоже вариант. Отравление на такое. Пишут, да, охуенно, сам нажрался наркотик. Ну, как бы, чувак. Не, невозможно. Вот именно что. Вообще невозможно. Ну, я не на серьезных щахах-то предполагаю, но с отравлением Навального ситуация реально не совсем понятная. То есть, как обычно, такие вещи надо думать о том, кому это выгодно сейчас. Сейчас явно такая вещь, например, к Кремлю была бы невыгодна, чтобы шум поднялся, потому что и так фигня в этом году, фигни в этом году достаточно происходила. Да, охуенно, в 7.30 перед рейсом нажрался наркотик. Блядь. И, 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 почему нет? Действительно. Ну, это просто клиническим долбоебом нужно быть, чтобы такое на серьезных щах предполагать. Да, блядь, он в век один вискарем запил просто, и все, гудбай. Блядь, с вашей точки зрения, Брюс Ли тоже, блядь, триада отравили, нахуй? Или тоже Лукашенко? Или Путин дотянулся? Его за 20 лет ни разу пьяным не видели. Ну, как бы, окей, шифруется. Если бы он забил век один вискарем, врачи бы не думали над тем, какое вещество является токсином. А так они не могут определить, да. Выгодно было бы, если бы он умер в итоге, но вещество с горячим напитком впиталось быстрее, и получилось так, что рядом было куда совершить экстренную посадку. Так а в чем выгодно убить Навального и шум поднять правительству Российской Федерации? И в чем вообще, как бы, проблема Навального, который, скорее всего, работает на Кремль? Они не ожидали, что чай будет горячим. Вот это повар. А яд был подсыпан в пакетик чайный или куда? Офигенная организация. Горячий чай. Мы не ожидали. Ты его пьет горячим. Да, ни в чем не выгодно ни разу. Ведь у нас так много протестно настроенных людей, которые после смерти Навального пойдут в Кремль громить и убивать чиновников. Конечно. А с чаем они знали, что он будет горячий, но не знали, что с горячим напитком вещество всосется быстрее. Там, блядь, люди работают на уровне любителей посмотреть на шпили. Ага. Ну, понимаешь, в чем дело? С одной стороны, да, у нас есть пример охуенных, конечно, агентов, спецслужб, вот про шпили, да, и Солсбери. Но, с другой стороны, аргумент по типу того, что они сделали хуйню, потому что они тупые, он не очень работает. Примерно как почему, блядь, немецкие промышленники поддерживали Гитлера. То есть это когда с Армат, со Звоновым спорили. То есть у Звонова была позиция, ну, они просто протупили. Ну, протупили, они думали, он рынок защитит, блядь. А оказалось, вот как. Просто это не очень выгодно делать подсуществующие протесты во время существующих протестов. То есть накалять ситуацию, которая и так накалена. Зачем? Это просто звучит как охуительная история про покушение на Фиделя Кастро, которые ничем не подтверждали, не подтверждены до сих пор. Сейчас бы не понимать, для чего его отрыванули. Протесты в Белоруссии и Хабаровске. Да, это именно самое время ебануть главного оппозиционера, когда, блядь, протесты в Хабаровске, блядь, в Белоруссии, батьку свергают. Да, охуенно. Почему это люди не понимают, что все-таки власти не идиоты? И зачем это делать сейчас прямо? Знаешь, что еще было не очень выгодно Селентиум проводить плебисцит во время коронавируса, чтобы людей не убивать. Эти люди не всегда до конца понимают, какие решения выгодны, а какие нет. Ну да, но понимаешь, в чем проблема? Аргумент, что эти люди не понимают, какие решения выгодны, а какие нет, делает возможными любые действия со стороны власти. Вообще любые. То есть тогда можно любую хуйню обосновать тем, что они, блядь, никуда не понимают. Просто ебанутые. Танотос, 100 рублей. Ладно, не буду вкидывать. Знаешь, тебе японские фильмы не нравятся. Как знаешь. Как знаешь. Я писал про то, что если врачи ищут токсическое вещество, а приори значит, что он траванулся чем-то токсическим. Ну, отравление сразу бы поняли. Нет, не значит. Хорошо, я прибегну к тому же аргументу. Врачи тупые, они просто не обнаружили, блядь, у него век один, блядь, в крови нахуй. Врачи тупые, они не понимают, что делают, блядь. Ищут какой-то токсин, а он очевидный, блядь. Он тортика переел, блядь, перед полетом. Это ровно тот же аргумент, что и про спецслужбы. Они тупые, блядь, решили травануть нахуй низкую я, блядь, на Навальный на ровном месте. Который, ну, по Навальной, который, по сути дела, ну, поскольку в России выборов и так нет, да, то есть настоящий, скажем так, настоящий аналог того, что на Западе является выборами, а в России это, блядь, было бы свержение власти через переворот. И в этом плане Навальный это кандидат-спойлер. А больше я вам ничего не скажу. Да, Навальный выпил крота, блядь. Да, обозранный. Это многоходовочка, да, Оскар? Понятно. Это не потому, что они ебанутые, может, у них был какой-то план, я ХЗ, я про то, что, ой, они должны знать, что делают, им это невыгодно, это невалидно, аргумент им невыгодно было и голосование проводить, и клоунов со шпилями показывать, почему его решили ебнуть сейчас в ХЗ, но раньше покушения тоже были, в том числе и на самого Навального. Повторюсь, как покушение на Фиделя Кастро. Навальному там сигару с взрывчаткой, блядь, подарили, там еще какая-то хуйня. Ну, в смысле, что ты пытаешься ему доказать, а аргументов пока не было, были аргументы про то, что во власти сидят долбоебы, у них планы слишком мудацкие, поэтому они творят рандомную хуйню. Ну, ок, хорошо, но повторюсь, так можно любую, все угодно объяснить, блядь. Почему молния происходит, не знаю, рандомная хуйня, блядь, там, все тупые. Ну, хуйня Навального отравлять. Типа, в России политиков ебали гораздо более эффективными способами, и ничего за это не было в итоге. Да. Навальный просто перепутал Ходорковского и Ходоровский, поэтому решил поздравить Ходорковского, выпив крота. Понял, что перепутал, испугался, а после упал и пернул. Березовский, Немцов, Бабурова, Магницкий, Истемирова, Полевковская, Литвиненко, Шенков, Щекочихин и только самая популярная фамилия жертв кровавого диктатора. Ну, это мне напоминает, блядь, песню про Татарстан-Зупербург. В курсе, что Трамп – марионетка Джо Байдена и Хиллари Клинтон. Байден – мозг операции, а Хиллари, чтобы был кандидат, который легитимизирует выборы для Демшизея. Да, чувак, охуенно. Охуенно. Это типа аналогия с моим тейком про Навального, что ли, или это серьезный тейк, я даже понять не могу. Чем это отличается от тейка, что Навальный – агент Кремля? Блядь, чувак, ну, если тебе это надо объяснять, извини. То есть просто как бы Трамп, он в публичном пространстве, ну, полвека. Навальный – это какой-то хуй, который появился от силы 20 лет назад с очень большой натяжкой. То есть это какой-то хуй, который взял, возник внезапно в политике. Такой, я глава оппозиции. Все, пизда. Ты вроде понимаешь, все равно какую-то людоедскую хуйню прогоняешь раз за разом. Я за Лукашенко, Путин, заявись, Навальный – агент Кремля. Не, ну, просто с моей точки зрения, когда появляется внезапно какой-то хуй, который говорит, я главный в оппозиции, это значит, что он, ну, как бы светится в темноте. То есть Навальный в этом плане как Ричард Спенсер для меня, если что, по аналогии. Особенно учитывая, что как раз когда было принято массово сажать националистов, он топил за русский национализм, блядь. По-моему, палевно немного. Для меня внезапно появляющиеся лидеры оппозиции, они автоматически, ну, светятся в темноте. Я не буду объяснять, что это значит. Как бы, и, блядь, Навальный, он идеально вписывается в охуенного оппозиционного лидера, светящегося в темноте. То есть это вот как раз-таки из таких мудаков. Ну, как Спенсер, блядь, как, блядь, Дэвид Дюк, нахуй. То есть это вот, ну, такие хуи. То есть они нужны именно специально, чтобы уводить. Ну, вот знаешь, вот, там, когда овец на бойню ведет козел специально тренированный. Это вот, ну, из таких вот. Он не говорит, что он главный в оппозиции. Это говорят за него просмотры и голоса. Охуенно. Да, это, конечно... Да, это не политпиар совсем. Это совсем не так работает. Да, они, да, у Каца тоже просмотры натурально абсолютно, блядь. Пришли, да, охуеть. По 100К его трансляции смотрели на выборах. Да, посмотри, сколько смотрели Мальцева, чувак. Это тоже натуральные просмотры, безусловно. При том, что он не особо известным тогда был, почти увел Собянина на второй тур. Ну, рад за него. Ну, Собянина тоже, нахуй, никто не знал. Да, а Ленивод какой-то хуй знает откуда. То есть он не говорит, что он главный в оппозиции. Ну, понятное дело, что, повторюсь, я не утверждаю, что Навальный буквально появился из неоткуда. Сейчас вернусь. Я утверждаю, что он креатура спецслужб. Креатура, понимаешь? То есть частью этой хуйни являются накрученные просмотры, пиар, тщательный маркетинг и так далее. То есть так же, как, например, спецслужбы в Америке создали Альтрайд. Так же, как, ну, вся вот эта хуйня. То есть все вот эти вот охуевшие. То есть вот митинг ультраправый Шарлоттс Вилли, это проект ЦРУ. Ну, то есть для меня просто это очевидно абсолютно. То есть я просто вот смотрю, читаю, что нового в ЦРУ, блядь. То есть вот когда открываешь хроники оппозиции, например, американской, да, ультраправые всякие мудаки и прочие, вот эти уебаны. Открывали, что нового в ЦРУ, блядь. О, Шарлоттс Вилли, интересно, да, занятно, блядь. Ну, а, блядь, что там еще? То же самое в России, наверняка. Я не вижу причин, почему там это будет по-другому. Будет просто более топорно. То есть вот сейчас Навальный сам себе в рот насрал на самолете, как бы, типа, чтобы инсценировать покушение. Для меня это, ну, как вот в рестлинге есть такое понятие, кей-фейб называется. Кей-фейб. Это искаженная фраза being fake. То есть это когда один рестлер, как бы, другому-другому говорит, блядь, гробовщик, ты сжег мой дом, блядь. И там такой разрывает себе этот, блядь, юнитард или как-то хуйня называется, блядь. То есть и поединок Навального и, короче, битвы Сисяна и Пыни, это про-рестлинг. Профессионал-рестлинг, WWE. То есть, блядь, Пыня, блядь, ты меня отравил, ааа. И Путин такой, ты главный оппозиционер. Ты главная угроза моему правлению. Тебе пиздец. Блядь, то есть я это так вижу уже лет пять с хуем, даже больше, наверное. Про Навального, если что, мне уже все было понятно, когда он на Тесака заяву написал. Все, мне больше нихуя знать про него не надо. Вообще, то есть все. Тут крест ставится просто на всю жизнь на этом долбоебе, в принципе, все. Далее добавляется аспект того, что Навальный не как человек, да, с личностными качествами и так далее, а как лидер оппозиции, как лидер оппозиции, это, блядь, проект Кремля. Отчасти таким проектом был и Тесак. Но Тесак в итоге сел надолго, блядь. Видимо, что-то, блядь, пошло нахуй не так. Тут еще пишут, а Светов тоже? Ну, я про Светова на стрим-рагинал говорить не буду, поэтому. Ну, можно подумать немножко самостоятельно. Ну, это такая ситуация в России, что, в принципе, у нас реально монополия на власть, и ничего не поделать, и здесь реально ничего не происходит без разрешения из-за зубцов. То есть, если из-за зубцов не сказали, что можно делать это, ничего не будет происходить. Спасибо. Спасибо.